Привет всем! В эфире Универ Ньюз и с вами я, Дарья Владимирова. О самых интересных новостях расскажем сегодня в выпуске. КФУ стал площадкой проведения международного методического семинара «Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся». Жители Агрыза и Заинска познакомились с научным десантом КФУ. КФУ посетили представители российской нефтяной компании «Лукоил Коми» и «Лукоил Пермь». В малом зале Уникса под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова прошло заседание ученого совета Казанского университета, на котором ректор представил отчет о ключевых результатах развития университета за 2015-2019 годы. А теперь к другим новостям. В КФУ прошло пленарное заседание, посвященное двухдневному международному методическому семинару. Подробности смотрите далее. В Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета прошло пленарное заседание, посвященное двухдневному международному методическому семинару «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся». Это двухдневный семинар, который посвящен вопросам развития современных компетенций в участии в школах. Это образовательный семинар. Здесь сегодня принимают участие представители более чем 20 регионов Российской Федерации. Это представители органов управления в сфере образования, оценки качества образования, региональных структур. В течение этих двухдневных мы представили самые современные методики. С ними будут работать очень известные тренеры, в мире известные, которые занимаются данными вопросами. Это достаточно уникальная возможность для сотрудников органов управления в сфере образования, для методистов, ознакомиться с самыми современными методическими разработками в данной сфере. Площадка для проведения двухдневного семинара была выбрана не случайно, так как Казанский федеральный университет является лучшим университетом в России в предметной области образования. Об этом в своем выступлении сказал ректор Казанского федерального университета Ишат Гафура. В университете нашем по образовательным программам педагогической направленности, по всем предметным областям и уровням подготовки обучается более 8 тысяч студентов, будущих педагогов. Мы реализуем разнообразные модели вхождения в учительскую профессию, основываясь на высочайшем уровне предметной подготовки педагога, а также его отличном методическом оснащении и широком кругозоре. Данный семинар проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития. Для поддержки учитель и пыли в первую очередь организованы эти семинары. Ведь для того, чтобы самим двигаться вперед, а также вести за собой современных детей, необходимо смотреть по сторонам. В семинаре приняли участие более 250 человек из 20 регионов России. Эльвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Тур научного десанта КФУ продолжается. На этот раз местом проведения научно-просветительской акции стал Агрыс. Все подробности в нашем сюжете. 13 ноября просветительская акция КФУ прошла в Доме культуры города Агрыс. Большой праздник науки собрал более 500 участников. Нам очень приятно встречать университет. Впервые такое масштабное мероприятие. С трепетным волнением ожидали. Но вот четко поставленные задачи университетам по организации, да, ведь сделали так, что вот сегодня у всех хорошее настроение. Полный зал наших учащихся, особенно это интересно для наших выпускников, которые вот буквально станут через несколько месяцев перед выбором будущего вуза. И я думаю, я уверена в этом, что вот эта встреча, она ускорит процесс определения своей будущей профессии и выбора вуза. Вниманию местных школьников была представлена увлекательная программа, рассказывающая о самых интересных научных достижениях современности. Это просто нереально. Я когда узнала, мне было очень радостно. Я студент университета талантов, и мы разговаривали с моим наставником, и она говорит, вот, говорит, есть же что-то. И мы очень обрадовались, когда узнали, что КФУ сюда приезжает. Будет интересно узнать новое. Для гостей прозвучала лекция об оказании первой медицинской помощи. Приковала внимание школьников тема «Может ли чужой стать своим?», а также роботизированные и аддитивные технологии в биомедицине. Активное участие школьники приняли в интерактивах. Каждый желающий смог написать экономический диктант, проверить себя на знания истории нашей планеты, а также определить минерал. Творческие интеллектуальные игры на логику, воображение и смекалку представил Музей истории КФУ. Наш город такими мероприятиями не избалован, поэтому нам это действительно очень интересно. Факультеты КФУ, я думаю, окажутся очень полезными в выборе дальнейшего пути. С образовательной деятельностью вуза школьников ознакомила приемная комиссия. На самом деле КФУ был одним из основных вузов, в которые я хотел поступить. Еще после девятого класса я узнал, что там есть школа при самом КФУ, но я не смог это сделать, поэтому я сейчас нацелен поступить туда уже после одиннадцатого. Мне кажется, вообще очень интересно получить такой опыт, даже не только тем, кто хочет поступить именно в этот университет, а вообще ученикам полезно. Всякие викторины, здесь вот мы только что викторину прошли, нам очень понравилось. Кроме того, жители Агры запорадовала программа с вокальными и танцевальными номерами от студентов КФУ. Мы очень рады, что у нас очередной точкой, наверное, очередным городом в республике Тарстан оказался Агрыз, куда мы привезли свой научный десант. И то, что наш праздник, 215 лет университета мы празднуем вместе, вместе с нашими районами, это очень дорогого стоит и очень много для нас значит. Тур научный десант КФУ по городам республики продолжается уже на протяжении трех недель. Куда команда ВУЗа направится далее? Следите за нашими новостями. Валерия Муратова, Лев Халиулин, Универньюз. Еще одним пунктом посещения научного десанта КФУ стал Заинск. Мероприятие развернулось на площадке школы номер 2. О том, как оно прошло, наш следующий сюжет. С научным десантом КФУ познакомились и в Заинске. Участниками проекта стали более трехсот жителей города. Преподаватели и студенты Елабужского и Набережно-Челнинского институтов организовали работу десяти образовательных интерактивных площадок. Гости научного тура посетили лекции о популярной экологии и увлекательной интерактиве. Одним из самых интересных мастер-классов стало занятие по китайской иероглифике. Я сейчас изучала китайские иероглифы. И было очень интересно их рисовать и изучать. И сделали вот тату. Помимо разноплановых образовательных платформ, консультацию осуществляла приемная комиссия Казанского университета. Абитуриенты получили возможность задать интересующие вопросы о поступлении, направлениях подготовки и студенческом досуге. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универньюс. В Казанский федеральный университет с визитом прибыли представители российской нефтяной компании «Лукоил Коми» и «Лукоил Пермь». Более подробно смотрите в следующем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыли представители российской нефтяной компании «Лукоил Коми» и «Лукоил Пермь». В рамках визита гости посетили музей истории КФУ, где узнали о богатой истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. Почетные гости с интересом прослушали экскурсию, познакомились с основными вехами истории высшего образования в Казани. Посещение музея традиционно завершилось знаменитой ленинской аудиторией. Цель нашего визита – это ознакомление с лабораторной и материальной базой Казанского федерального университета, также выстраивание долгосрочных взаимоотношений по работе, по эксплуатации наших месторождений и применении разработок Казанского федерального университета, либо каких-то совместных разработок над теми проблемами, которые существуют у нас при разработке месторождения. Визит продолжился в Химическом институте имени Бутлера ВКФУ. Гости ознакомились с лабораторией внутрепластового горения, каталитической внутрепластовой обработки нефти, термического анализа, геохимии, горючих ископаемых, а также с лабораторией реологических свойств нефти и нефтепродуктов. Очень хорошо, все очень понравилось. Грамотные высококлассные специалисты, замечательное современное оборудование. И я думаю, мы наладим совместную работу на долгосрочной основе. В стенах Казанского университета начала свою работу Всероссийская научная конференция молодых ученых «Фантастика научная и ненаучная». Подробнее смотрите далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовала Всероссийская научная конференция молодых ученых «Фантастика научная и ненаучная». Научный форум посвящен 135-летию со дня рождения Александра Беляева и 90-летию со дня рождения Урсулы Легуин. В рамках пленарного заседания ученые из разных уголков России выступили со своими докладами. В ходе конференции молодые ученые обсуждают вопросы фантастической литературы. Программа конференции продолжится 15 ноября секционным заседанием. Завершится форум просмотром и обсуждением фильма «Бразилия». Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»